до второй карабахской войны влияние россии на южном кавказе было абсолютным но во время и после войны сложилась новая ситуация теперь там два глобальных игрока россии и турция причем их влияние сопоставима сказал кавказскому бюро российский политолог михаил магит баку все плотнее входит в военный и экономический союз санкарой их армии похоже интегрируются что касается армении то после сокрушительного поражения и ввиду наличия мощного азербайджана турецкого союза само существование армении как государство теперь полностью зависит от россии это означает что повреждена главная платформа российской политики на южном кавказе цель россии в этом регионе с момента обретения его странами независимости состояла в том чтобы обеспечить себе там доминирующее влияние не допустив расширение влияния турции и ирана казалось россия успешно работала в этом направлении но после второй карабахской войны влияние турции в регион усилилась настолько что можно говорить о стратегическом провале россии она не утратила влияние на южном кавказе и даже усилила там свое военное присутствие но резкое усиление турции поставила под удар основную российскую задачу сделать три страны региона зависимыми исключительно от москвы и не допустить усиление в регионе другой державы азербайджан выиграл войну он сильнее армении у него за спиной турция время продолжает работать на него он может продолжать увеличивать разрыв с арменией закупая высокоточное оружие в израиле и турции руководство азербайджана считает весь карабах своим она готова максимум согласиться на спокойное проживание армян внутри азербайджана и на подписание мира на таких условиях да и его население не поймет другое решение руководство армении все понимает но у него за спиной три миллиона граждан армении и похоже большинство не принимают реальность в которой арцаха не будет они даже арарат считают своими верит что турция когда-нибудь подвинется что будет если армянское правительство заговорит о договоре с азербайджаном договоре согласно которому армения признает весь карабах азербайджанским в обмен на международные гарантии безопасности живущим там армянам такое правительство в армении вероятно сочтут предателями и с высокой вероятностью снесут и поэтому со стороны армении нет готовности к смещению позиции в этом направлении правительство пашиняна не хочет стать самоубийцами что в сухом остатке договор о делимитации границ и о мире подписать в таких условиях невозможно стороны топчутся в районе неопределенной границы и время от времени звучат выстрелы или взрывы велотекущая война с угрозой будущей сильной вспышки налицо нынешняя ситуация такова что в регионе снова наблюдается велотекущий вооруженный конфликт армении и азербайджана каковая ситуация имела место и до второй карабахской войны но есть отличие россия в это втянулась намного сильнее раньше российские войска не присутствовали в карабахе и не пытались прикрывать армянскую границу с азербайджаном с другой стороны турция тоже вошла в эту ситуацию несравненно глубже чем прежде появились условия для соперничества держав это означает что ситуация на южном кавказе становится все менее автономной от общего расклада между россией и турцией